Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и на этой неделе на подиуме автоклуба можно прокатиться и заодно купить седан Benefactor LVB. И я подумал, что это событие является отличным поводом протестировать другой Benefactor Shafter, но с приставкой V12. Отличие между ними в том, что LVB это удлиненная версия Shafter, но при этом он медленнее, и к тому же купить его можно будет только на этой неделе, потому что на сайте Легендари продается только V12. Так что если хотите медленного и длинного Shafter, берите на подиуме LVB, а для остальных расскажу, что это за классная такая тачка Benefactor Shafter V12. И поехали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группы Кфасмилеру. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. Ссылочки на эти группы будут в описании под видео. Как я сказал, продается она на сайте Легендари Моторспорт по двум ценам, 116 тысяч и 325. За 325 вы получаете бронированную версию того же самого Shafter, а она гораздо практичнее. Хотя бы потому, что у нее появляются бронированные стекла, которые выдерживают 15 обычных выстрелов и на 16-й рассыпаются. Ну и бронеплиты, которые способны выдержать один взрыв от гранаты или ракеты и на второй автомобиль взрываются. Кстати, забегая вперед, скажу, что установка брони машину крепче не делает. Ей также нужна одна граната, чтобы на второй отправить одного лысого Антошу на перезапуск. Но вернемся к нашим прототипам. А он тут один. Это Mercedes-Benz E-класса 2012 модельного года. И если сзади машина практически идентична своему прототипу, то вот спереди Rockstar немного заглянули в будущее и посмотрели, как будут выглядеть ешки в 2017 году. И говорят, о, норм, годится, берем. Ну или в компании Mercedes поиграли в GTA 5 и увидели их версию Mercedes и тоже сказали, о, норм, берем. Привод у данного Mercedes задний, передний не подключается. И удовольствие от езды получаешь умопомрачительное. Машина иногда пытается уйти в занос, но контролировать ее также довольно легко. Улетности в этой тачке добавляет звук работы ее двигателя. Это не просто звук, это симфония. Жил бы Вагнер в наше время, сделал бы на этом звуке свой симфонический бит. Финишная черта прямой по автостраде была преодолена спустя минуту и две с половиной секунды. Это первое место на общей таблице. Разница со вторым всего доли секунды, но тем не менее, машина, которая в игре с релиза и стоит копейки, по максимальной скорости обходит все седаны в игре. Да еще и бронированные, к тому же. А основные конкуренты у нее это Lampadati Cinque Milla, Enus Cognescenti, Enus Deity, седан в кузове Universal, Ubermacht Reinhardt и пикап Warrener HKR. Полное видео прохождение треков вы найдете вконтакте и телеграме, ссылки в описании под видео. Переходим в мастерскую и на остальные треки. Машина в игре с релиза, так что стайлинга здесь не сильно много. Спереди на бампер устанавливается парочка сплиттеров, сзади один диффузор, насадки на оглушители разнообразные, есть из чего выбрать. Капотов два, но за счет того, что есть также варианты в карбоне, то четыре. Окраска есть основного, дополнительного и цвета обивки. Основной перекрашивает практически весь кузов, дополнительный капот, крышу и багажник. А цвет обивки меняет окраску в верхней части торпеда, частично дверных карт и полностью переднее и заднее сиденье. Эмблема банды на старых машинах наносится на капот, не на боковые двери. Крышу можно закатать в карбон, а на пороге нанести боковые молдинги, две штуки. Второй вариант лип спойлера убирает эмблему бенефактора с багажника, ну и также есть обычные аккуратные спойлера. И все, уникальный стайлинг на этом заканчивается. Шафтеру можно занизить подвеску, происходит столько занижения, завала колес нет. Шикарная тачка. Изначально тестовый круг я проезжал на машине с броней, ну потому что купил ее давно и давно пользуюсь. Так вот, с броней лучшее время на тестовом круге автоклуба было 56 секунд, неплохой результат. Тогда я броню снял и машина стала ехать немного быстрее, и время на круге улучшилось на 1 секунду до 55. Учитывая то, что броня здесь на противодействие взрывам никак не влияет, а в случае с техническими характеристиками еще и делает машину медленней, я не вижу особого смысла ее устанавливать. Занижение подвески до раллиной убирает у машины крены, и управлять ей становится более комфортно. Но на финальное время это не влияет, все те же 55 секунд. Что касается разрушаемости, то машина довольно неплохо деформируется, а благодаря бронеплитам она очень крепкая, выдерживает один серьезный зажим и следом еще один. После этого начинает гореть и дает вам время покинуть транспортное средство и убежать на безопасное расстояние. Возвращаемся ко времени на треках. Каскадерский с трубами и прыжками был преодолен спустя минуту и 50 секунд. Это третье место на общей таблице. От Райнхарта конечно далеко отстал 5 секунд, но тем не менее для старичка показатель неплохой. Городской круг, где проверяется разгон и торможение, был преодолен за минуту и 15 секунд. Это четвертое место на общей таблице, и отставание от Райнхарта уже 2 секунды, а значит можно и поконкурировать. В целом машина неплохая для гонок, и ее можно брать. Проблема лишь в том, что гонки в классе седанов практически не проводятся. Разбираем другие параметры. Через меню взаимодействия открываются 4 двери, багажник и капот. Под капотом все убогенько. В 2013 году особо не думали о детализации внутренних отсеков автомобиля. Багажник тоже качеством не блещет. Все поплыло как макияж на дискотеке. Салон у машины не новый. Верх прорисован более-менее, а вот низ лишился качественных текстур. То же самое и сзади в принципе. При виде от первого лица хочется обратить особое внимание на бронекапсулу, которая немного крадет обзор, но зато придает уверенности и реально ощущаешь себя внутри бронированного автомобиля. Раньше Рокстар над этими мелочами заморачивались. Сейчас тоже заморачиваются, но немного над другим. В целом находиться здесь от первого лица приятно. Басистый рев мотора и хорошая шумоизоляция так и нашептывают. Купи, купи. Днище здесь конечно печальное. В том плане, что в тринадцатом году над ними тоже особо не заморачивались. Плохое качество моделек спереди, неродные колеса левитируют в воздухе, кардан пропал или спрятался под выхлопной трубой. А от дифференциала к колесам отходят не привода, а какие-то металлические брусочки. Но зато топливный бак, как обычно за задним левым колесом. Стоимость восстановления приятно удивит. Две или четыре тысячи в зависимости от купленных оптовых цен в цеху. Посмотрим на свет фар и задних фонарей. Сзади стоп-сигналы расположились в секции на багажнике, а габариты на кузове автомобиля. Лампочка заднего хода также в багажнике, ближе к номерному знаку. А какой у него звук! Спереди и ближний, и дальний находятся в одной фаре. Пучок света от ближнего бьет вниз и правее, а дальний также правее, но повыше. Небольшое отступление. Начиная с 21 марта по 3 апреля, Rockstar позволяют бесплатно забрать Абэй 8F Drafter. Я точно не смотрел, какие условия нужно выполнить для его бесплатного получения, но у меня, как и у многих игроков, которые мне написали, он платный. И когда я его купил, деньги тоже списали. Тут варианта 2, либо деньги вернут позже, либо это какой-то баг. И нужно подождать, пока Rockstar не выпустят мини-патч с исправлением этой ошибки. В любом случае, пока что покупать драфтера за свои деньги не стоит. И какой вывод можно сделать по седану Benefactor Shafter V12? Для гонок машина отлично подходит, особенно для тех, где есть много прямых. Для заданий против ботов также подойдет. Можно открыть одно окошко и стрелять по ним из этого окна, поворачиваясь к ним боком. Остальные стекла будут вас неплохо защищать. Правда, это не панацея, и в таком положении вас тоже могут пристрелить. Причем не один раз. А вот, например, для вызволения какого-нибудь окруженного врагами NPC, которого надо приехать, забрать и уехать без отстреливания, она подойдет отлично. Ну и для покатушек по сессии ее тоже можно использовать. Классно выглядит, приятно звучит и держит один выстрел опрессоровода. Можно успеть либо из машины выпрыгнуть, либо в пассив уйти. Короче говоря, тачка огонь за такую-то цену. А плохие машины я в своих фильмах не использую. И еще немного важной информации. Как вы знаете, контентов в ГТО онлайн сейчас не слишком много. И я, когда этот контент заканчивается, пропадаю. И ролики на канале выходят крайне редко. Раз в месяц и реже. Связано это с рядом других моих проектов, которыми я сейчас занимаюсь. Об одном из них я очень скоро расскажу на втором канале. Ссылку на него я оставлю в комментариях, чтобы вы не пропустили это событие. Но мне также важно, чтобы на этом канале выходила интересная и полезная информация касательно нашей любимой игры. Поэтому я попросил Фасмиллера, чтобы он со своей командой замещали меня во время затишья в игре и продолжали радовать вас контентом. Я никуда не ухожу. Просто у меня будет больше времени развивать другие проекты, а у вас будет постоянный ручеек контента по ГТО онлайн. А далее буквально пара слов от Фасмиллера. Привет друзья, с вами тот самый Фасмиллер. Как многие из вас уже знают, мы более пяти лет идем рука об руку с этим каналом. И пока Ватма сосредоточен на других безумно важных и интересных проектах, он попросил подменить его. На что я и моя команда с радостью согласились. Поэтому дабы вам, дорогие подписчики, не пришлось скучать, теперь тут периодически будут выходить видео с моим голосом. Я почти уверен, что контент, который мы для вас готовим, будет всем по душе. А это значит, что нет повода грустить, ведь совсем скоро грядет что-то очень интересное. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok